То, что сейчас происходит в мире, никогда еще не происходило в мировой истории. Лидеры наших стран сильно облажались, и я не думал, что настолько. Им не спасти нас. Это зашло слишком далеко. Вместо решения проблемы, они только усугубляют ее. Эта катастрофа серьезнее, чем я предполагал. В марте 2020 года произошла самая большая катастрофа в мировой экономике. Но никто ничего не знает об этом, потому что все заняты коронавирусом, социальной дистанцией и ношением масок. На наших глазах происходит один из крупнейших грабежей денег в истории, и люди даже не подозревают об этом. Теперь хорошая новость. Это лучшее время, чтобы разбогатеть, и я собираюсь это сделать. Я хочу, чтобы люди, которые сейчас сидят дома, которые ждут момента, когда же они смогут вернуться на работу, просто знали, сейчас самый лучший момент в истории, чтобы разбогатеть. Не упустите его. Наше правительство действительно облажалось. Есть что-то подозрительное в этом коронавирусе. Здесь что-то не так. Зачем нужно было закрывать на карантин весь мир? Я думаю, это потому, что они скрывают что-то очень и очень большое. И если вы в тяжелой ситуации, это видео для вас. Если вы беспокоитесь о том, что будет дальше, мы подскажем выход. Сегодня у нас в гостях человек, у которого есть запасной план. Это Брэнд Джонсон, и у него есть четкое понимание будущего. Я хочу, чтобы вы серьезно отнеслись к этому. Это очень важно, независимо от того, в какой точке мира вы живете. Брэнд расскажет, что нас может ожидать. Таким образом, мы сможем подготовиться к худшему. Это действительно очень важно, и для некоторых эти слова могут указаться спасением. То, что нам сегодня расскажет Брэнд, будет о понимании происходящего, а не о предсказании. Так случилось, что многие люди оказались в действительно тяжелой ситуации. Они не были готовы к этому карантину, и этого никто не мог предсказать. И теперь у нас есть возможность услышать мнение эксперта. Я думаю, что в течение следующих нескольких лет мир будет просто на пике своего потенциала, в очень опасной зоне. Во всех странах центральные банки будут заниматься только тем, что будут печатать и печатать деньги. И США станут основным получателем всей этой денежной массы, которую будет печатать весь остальной мир. Вы хотите сказать, что денежная масса всего мира будет идти через экономику США? Именно, я хочу предупредить вас о том, что самый большой спрос будет на доллар США. И несмотря на то, что большую часть денег будут печатать, спрос на доллар будет только расти. Я правильно понял, что доллар станет только сильнее. Ведь это поднимет экономику США и все материальные активы. В чем тогда опасность? Я думаю, что валютная система просто не выдержит укрепление доллара. И это просто разрушит мировую экономику. Я думаю, что весь остальной мир ждут действительно очень и очень тяжелые времена. И в конечном счете это плохо скажется и на США. Доллар продолжит расти, несмотря на все усилия по его снижению. Это необратимый процесс. Система разрушит сама себя. И в конечном итоге весь мир должен будет собраться на какой-нибудь конференции и покончить с этим. Им придется либо списать долги, либо ввести новую валюту, либо перезагрузить всю систему целиком. А что насчет ситуации с коронавирусом? Как вы думаете, какое влияние он окажет на наш мир в будущем? Они будут продолжать печатать доллары. А когда карантин полностью отменят и деньги снова начнут входить в оборот, у нас их будет слишком много. А это и есть рецепт глобальной инфляции. Но сначала мы получим дефляцию. Мы напечатаем много денег, а затем, когда деньги начнут свое движение, мы получим высокий уровень инфляции. Сначала дефляция, которая будет в течение года, затем инфляция, сразу после того, как отменят карантин и капитал начнет циркулировать. Я думаю, что такая валюта как евро исчезнет или не будет существовать в ее нынешнем виде. Цена 100 евро будет как минимум 80 долларов. Сейчас она равна 116, и поэтому, скорее всего, она снизится на 25 или 30 процентов. Я думаю, что конец будет на отметке в 150 или 200. Доллар вернется к своему историческому максимуму. Я думаю, что остальные мировые валюты, даже самые крупные, упадут как минимум вдвое. И я правильно понял, что если вы живете в Японии, это будет означать, что жизнь там станет дороже? Абсолютно. Так же и с Европой? Абсолютно. Фиатные валюты торгуются относительно друг друга. Если вы посмотрите на 10 фиатных валют, вы поймете, что все они ужасные, и одна из них превзойдет 9 других. Я имею в виду доллар. Золото может превзойти доллар, но доллар превзойдет все остальные валюты. Вы можете заработать много денег, делая ставку на доллар, в отличие от других валют. Поэтому, если вы не хотите вкладывать сейчас все свои деньги в золото, то вкладывайте в доллары или долларовые активы. Забудьте о том, чтобы откладывать в местной валюте, потому что доллар просто раздавит все остальные валюты. Но затем наступит конец и доллара, и систему как-никак все же придется перезапустить, поэтому тот, кто инвестирует в золото, не прогадает. Теперь позвольте мне объяснить, почему я ставлю на золото. Мой прогноз — цена на золото в течение года должна подняться до 3000 долларов за унцию. Это примерно на 1000 долларов больше, чем сегодня. Некоторые говорят, что 2500 — это предел. Если цена на золото будет расти, цена ваших денег будет падать. Поэтому я думаю, что золото в конце 2021 года будет на уровне 3000 долларов за унцию, а серебро — по 40 долларов. Причина, по которой я люблю серебро, заключается в том, что серебро растет быстрее, чем золото. Рекордная цена на золото была примерно 1900 долларов. Сегодня она уже почти сравнялась с рекордной. Рекордная цена серебра была 49 долларов. Сегодня она 20. Это примерно на 60% ниже своего исторического максимума. Серебро — это лучшее предложение. Я думаю, что большинство из вас может себе позволить приобрести серебряную монету стоимостью в 20 долларов. Если нет, у вас большие проблемы. А причина, по которой я люблю биткоин, заключается в том, что его вдвое меньше. Я имею в виду, что его производят в меньших объемах, а вот доллары печатают триллионами. И вам не нужно быть ученым, чтобы понять это. Системы печатают доллары и любые другие валюты в таком количестве, в каком им нужно. Поэтому биткоин становится все надежнее. Золото становится все надежнее, и серебро становится все надежнее. Я не покупаю золото, серебро и биткоин, чтобы разбогатеть. Я просто не хочу, чтобы правительство обокрало меня. Вот почему у нас серьезные проблемы. Это лично мое мнение. Может быть, я не прав, но все же советую остановиться на золоте, серебре и биткоине. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова